Рассматривая итоги оперативно-служивной деятельности за 23 год, отмечая в отчетном периоде, что реализован значительный комплекс организационных и политических мер по выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации, правительством, а также директивным требованиям МВД России и Главного управления по правительственному краю. В последовательных наращивались усилия направлены на повышение качественной работы по воскрытию и расследованию преступлений в защите прав и свобод граждан, нейтрализации криминальных угроз в бюджетном сфере и конструкции, обеспечению общественного порядка и безопасности, в том числе дорожного движения, противодействию экстремизму, совершенствованию системы профилактики правонарушения, укреплению учебной регистрационной дисциплины, а также служебной дисциплины, повышению качества и доступности предоставляемых государственных услуг. Реализация намеченного комплекса мер позволила обеспечить контроль за криминогенной ситуацией в городе и районе, развитие позитивных претензий порядок в направлении оперативно-служебной деятельности, а также своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки. На должном уровне обеспечены правопорядок и общественная безопасность в период подготовки и проведения единого дня голосования по выборам губернатора Красноярского края, дополнительные выборы депутата Государственной Думы, Федерального Собрания, Законодательного Собрания Коя, других общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-взрелищных, религиозных, культовых и иных мероприятий, в том числе с выездом нашего сводного отряда от дела на территорию поселка Шушенский на фестивале «Мир Сибири» и города Минусинска. Большое было мероприятие, связанное с 200-летием города Минусинска. В ходе проведения вышеуказанных мероприятий, грубых нарушений общественного порядка и безопасности не допущено. Кроме того, личный состав отдела принимал активное участие в реализации мер, связанных с привлечением граждан на военную службу по контракту, в том числе в соответствии с Федеральным законом 23-го года номер 270 об особенностях уголовной ответственности, привлекаемых к участию в специальном военном операции. Всего разъяснительная работа была проведена с более тысячи лиц, состоящих на профилактических учетах, привлекаемых к уголовной ответственности. По итогам проведения работы было подобрано более 80 лиц, 13 из которых заключили контракт на военную службу, и его были в зоне проведения своров. Всего по итогам 23-го года на обслуживанной территории зарегистрировано 886 преступлений. Да, есть небольшой рост 4%, но мы не можем постоянно падать. Из них 224 тяжких, рост около 8%, по краю рост регистрации составил 10%, по тяжким преступлениям рост 17%. Определяющее влияние на увеличение количества зарегистрированных преступлений повлияло в проведении комплекса профилактических мероприятий, сопряженных с инициативным выявлением преступлений. А также значительный рост регистрированных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуляционных технологий, в том числе мошенничеств, плюс 106%. Всего 192 мошенничества с использованием ТТ, краж плюс 40%, преступления связаны с угонами транспортных средств, плюс 86%. В связи с чем приоритетной задачей в 2024 году остается повышение эффективности профилактической работы под данным составом преступлений. Благодаря проводимым мероприятиям по охране общественного порядка удалось добиться снижения преступлений, совершенных в общественных местах и на улице в городе и районе. На 23% уменьшилось число преступлений в данной категории. На улицах совершено 123 преступлений, снижение составило 15%. Удельный вес уличной преступности в общей структуре составил 14%, в 22-м был 17%. И это примерно соответствует показателю краевого окраина. Основную массу уличных преступлений составляет кражи. Их совершило 24. 4 грабежа, 26 угонов автомототранспорта. В прошедшем году ежемесячно проводились различные оперативно-профилактические мероприятия, такие как улица, правопорядок, жилмассив, с увеличением плотности нормальных нарядов. Всего за рабочий год проведено 11 таких ОПМ. По итогам 2023 года, принятыми мерами, удалось достигнуть положительных результатов профилактической деятельности. Так, на 18% меньше совершено преступлений гражданами в состоянии алкогольного обвинения. Наблюдается позитивная тенденция по профилактике преступлений, совершенных на бытовой почве. Снижение бытовой преступности составило около 40%. Вместе с тем, как отрицательный момент отмечает, что больше совершено в быту умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Если в 2022 году всего 2 было преступлений в быту, статья 111 УК, то в 2023 7 преступлений. С целью профилактики отказанного вида преступлений сотрудниками отдела активизирована деятельность по выявлению преступлений двойной превенцией в сфере быта. Всего выявлено 37 преступлений. К административной ответственности по стадии 6.1.1 это причинение телесных побоев и физической боли привлечено 210 граждан. По итогам 2023 года отмечаю снижение на 12% регистрации преступлений лицами, ранее совершавшими преступление. В целях дальнейшего снижения уровня рецидивной преступности отделом реализуется федеральный закон номер 64 об административном надзоре за лицами, освобождаемые из мест лишения свободы. В прошедшем году административный надзор осуществлялся за 125 лицами, освободившись из мест лишения свободы. Поставлено на учет в течение года 34 гражданин и 40. Проведено более 4,5 тысяч проверок лиц данной категории. Выявлено 195 нарушений, установленных ограничений и обязанностей. Возбуждено 11 уголовных дел по стадии 314 прим. 1 уголовного кодекса. Это за нарушение правил административного надзора. К административной ответственности привлечено 37 граждан, в отношении которых составлены 225 административных протоколов. Здесь мы видим, что у нас примерно всегда 80-85 человек следует под надзором, и вот 37 из них 225 протоколов. Вот одни и те попадаются. Как я их называю, особая категория, за которыми глаз да глаз. Тем не менее, данной категории совершено 30 преступлений. В настоящее время под надзором состоит 84 раннесудимых гражданин. Наряду с положительным моментом имеется, конечно, и просчет упущения. Проводимые профилактические мероприятия среди несовершеннолетних не дали желаемого результата. По количеству зарегистрированных преступлений данной категории рост состоял в 70%. Всего подростками совершено 36 преступлений. В 2022 году было 21. При этом 14 из 36 попадают под категорию тяжких. В группе несовершеннолетних рост состоял с 6 до 15 преступлений, в том числе в смешанной группе с 4 до 9, что негативно влияет на результаты профилактической работы с несовершеннолетними. В структуре преступности среди несовершеннолетних преобладают имущественные преступления. В основном это кражи, 13 преступлений, 2 мошенничества, 13 угонов транспортных средств и 4 преступления, связанных с незаконным оборудованием нахватку. Отмечается рост количества несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. Всего у нас 32 подростка совершили преступление, в 2022 году было 22. Ну, здесь я еще вот так объясню, вот у нас из 32 подростков два из них совершили 1,6 и 2,8 преступлений. Поэтому у нас вот такой скачок. Есть у нас такие особо одаренные. В целях профилактики подростковой преступности во взаимодействии с образовательными организациями иными органами и учреждениями системы профилактики проводились необходимые мероприятия. ЦСНП, Центр временного содержания, направлены 2 подростка за совершение особо опасных деяний. По факту увлечения несовершеннолетних в совершении преступлений возбуждено 4 уголовного дела по статье 150 и 151 уголовного конкурса. Не допущено роста количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Всего у нас 11 таких преступлений по итогам 2023 года, в 2022 году было 12. Согласно директивных требованиям МВД особое внимание уделялось выявлению и пресечению правонарушения экстремистской направленности. В том числе по сбору информации и профилактики деструктивных течений, таких как Скул-шутинг, Колумбайн и другие. В рамках мониторинга местных средств класса информации блок сферы осуществляется работа по увольнению материалов террористического и экстремистского характера. По итогам проведенных мероприятий к административной ответственности привлечено 2 гражданина по статье 20.3.3 КУАРТ. Это публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях интересов России. И по статье 20.3. Это пропаганда, либо публичное демонстрирование МВД. Совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности в мае 2023 года выявлено из документированных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280. Это публичные призывы к осуществлению экстремистной объективности с использованием средств массовой информации. Сотрудниками подразделения экономической безопасности поставлено на учет 4 преступления, из которых 3 преступления экономической направленности следствия, по которым обязательные. Два из них коррупционные направленности, совершенные в крупных размерах, в том числе по защите бюджета, средств в рамках реализации национального проекта демократии. В 2023 году и в суд направлены два уголовных дела в отношении двух лиц по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159. Это бюджет коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении директора муниципального унитарного предприятия района по факту транспортировки закупки угля на сумму более полумиллиона рублей для нужд ЖКХ, которые фактически не исполнялись. Ну и по части 1 статьи 285 коррупции в отношении судебного пристава исполнителя, который, не имея никаких законных оснований, умышленно отменил меры по взысканию имеющейся в должности по исполнительному предприятию. Работа в указанном направлении продолжается в настоящее время в рамках оперативно-зывской деятельности. Проводится проверка в отношении трех лиц по признаку преступления экономической коррупционной направленности. Снеженная эффективность выявления нарушений в сфере антиалкогольного законодательства по статье 20.21. Курат меньше привлечено гражданам на 39%. С 218 до 132 права. Вместе с тем, в сфере оборота алкогольной продукции отмечается рост выявленных правов нарушений на 5%. Это по стадиям 14.2 и 14.17 Кодекса административных правов нарушений. В том числе по реализации спецдосодержащей жидкости из квартир. 19 факторов таких выявленных. В прошедшем году пристальное внимание уделялось оперативной и профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков. С этой целью осуществлялось взаимодействие с органами муниципальной власти, в том числе в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2023, направленной на выявление и уничтожение наркосырьевой базы. Продолжились такие ОПМ, как сообщить, где торгуют смертью, дети России и другие. В ходе оперативно-служебной деятельности выявлено 60 наркопреступлений, в том числе 49 категорий тяжких, из которых 24, связанных со сбытом наркотиков. Процент раскрываемости указанного вида преступления составил 64%, по краю 51%. Выявлено и уничтожено 65 очагов произрастания наркосодержащих растений на общей площади более 27 гектаров. С учетом роста количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, два таких преступления совершено, в 2022 году было одно. В отчетном периоде скорректированы деятельность служб и подразделений по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, усиленная профилактическая работа с владельцами гражданского оружия. В ходе проведенных мероприятий увеличилось на 6% количества выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом, с незаконным вношением, хранением оружия и боеприпасов. Всего 35 преступлений выявлено, в 2022 году было 33. Из незаконного оборота изъято 16 единиц огнестрельного оружия, более 1500 единиц боеприпасов и около 2 кг пороха. Административная ответственность за нарушение правил оборота привлечено 18 граждан, владельцев гражданского оружия, изъято 9 единиц огнестрельного оружия и одно газовое. Реализация намеченного отделом в 2023 году комплекса мер способствовала обеспечению стабильной работы по раскрытию и расследованию преступлений. По итогам года общая раскрываемость состала 63,85. Среднекраевой показатель 49,1. По тяжким преступлениям раскрываемость состала 49,1. Среднекраевой 41%. Несмотря на профилактическую работу, количество преступных проявлений, связанных с пошенничеством, увеличилось на 82%. Всего 196 преступлений совершено в 2023 году в отношении наших граждан, в том числе связанных с использованием информационных или функциональных технологий на 107%. Раскрываемость мошенничеств такого рода у нас, конечно, не велика, всего около 13%, но это достаточно сложный вид, который очень тяжело раскрывать, потому что они все дистанционные. По итогам года удалось стабилизировать ситуацию на автодорогах города. Заречисировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на территории города погибших нет и 27 травмировано. Увеличены показатели работы ДПС по выявлению аварийно-опасных нарушений на 2,5%. Всего выявлено 4,562 аварийно-опасных правонарушений. При этом на 13% выявлено лиц, меньше выявлено лиц, управляющих транспортной средствой в состоянии алкогольного юбилейного. Всего 300 граждан. Выявлено 52 преступления, предусмотренные статьей 244, прим. 1 Уголовного кодекса, это повторное управление транспортом в детстве в резвом состоянии. Расследовало 49 таких преступлений, осуждено 30 лиц. В 2023 году сотрудниками отдела выявлено около 13 тысяч административных правонарушений. Наложено штрафов за административные правонарушения без учета ГИБДД 68 тысяч. Процент взыскаемости составил 82%. По линии ГИБДД, по линии безопасности дорожного движения, наложено штрафов 13 миллионов 836 тысяч. Процент взыскания составил 72%. Согласно оценке деятельности отдела за 12 месяцев, утвержденным приказом 1040, отдел Назаровский занимает 6 место среди 38 органов внутренних дел по краю. Особо актуальными для нас остаются мошенничества, связанные с хищением денежных средств с банковских карт. Мошенники продолжают использовать такие схемы телефонного мошенничества, как сообщение под видом банковских работников или служб безопасности о блокировке денежных средств с последующим получением кодов к снятию денежных средств. Кроме того, в последнее время учтились случаи отмана граждан под предлогом их участия в инвестиционных проектах путем размещения денежных средств на различных экономических платформах, а также хищение денежных средств под предлогом купли-продажи от товаров и материальных ценностей на крупных сайтах, таких как Юла, Авито и другие площадки. Данные преступления носят межрегиональный характер. Их раскрытие требует высокой квалификации оперативных работников и следователей при увеличении специальных технических средств, а также значительного расхода силы средств при выезде в командировке и другие регионы. Мы продолжаем проведение массовой, а также точной и разъяснительной работы с населением, особенно с категорией пожилых людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...